Я пообещала себе, что я рыдать не буду. 100 тысяч рублей за Олимпийский я получила тогда. А в реальности там явно миллионы, наверное. Ну, по-любому, да. Если я до 40 себя не реализую, значит, пиздец. Да ты, блин, вообще, я в шоке просто. Как изменяется, кстати, твое участие после битвы? Очень сильно. Ты пробовала сама проводить какие-то ритуалы? Хочешь мне ничего? Давай. Добрый день. Прошу тебя, помочь. Она, кстати, так в гробу лежала. Чув. Ну, рассказывайте. Влад, у меня не осталось сил. Постоянно чувствую усталость. Уже не знаю, что мне может помочь. Помогите. Расскажи ему про купе и билет. Толик, тебе что, заплатили? Опять купи билет. Который раз. Я сказал, расскажи. Расскажи, 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 расскажи. Ладно, посмотрим, как он отреагирует. А вы пользовались купи билетом? Эм, а что это такое? Купи билет. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. А также там есть смарт-маршруты. Очень удобный сервис. Сам недавно пользовался. То есть, вы считаете, именно это сможет мне помочь? Конечно, вам надо отдохнуть. Мне демоны так и сказали. Ну, раз даже духи так сказали, то, пожалуй, прислушались. Мы плохого не посоветуем. А где мне найти этот сервис? Переходите по ссылочке в описании, либо же используйте вот этот QR-код. Слушай, а ты помнишь свои первые эмоции, когда ты попала непосредственно в группу и дальше тебя показали на телеэкране? Я помню, да. Я помню, это журнал был. Помнишь такой «Браво» журнал? Был музыкальный. Не помнишь такой? Короче, был журнал «Браво». Вот, и вышла обложка, и там была я и как раз бывшая участница. Я же на место пришла, с чего словила жуткий хейт просто, наверное, со всей России. Я помню, ребята, это все. Вот, и первое время было сложно. Там как раз на обложке была я, Лера, и там было такое, что-то там, скандал в раю, замена солистки, все дела. И вот на самом таком пике я поехала с девчонками в гастрольный тур. Вот, и было тяжело, потому что для поклонников это было неожиданно, потому что сменилась главная солистка. Вот, я в целом понимаю, но я была ребенок, и мне было очень тяжело, потому что я выходила на сцену, и весь зал кричала «Лера! Лера!». Да, было тяжело. Слушай, мне всегда было интересно, вот этот момент, когда вы на сцене поете, и это показывают в сериале, это все... Все реально было, да. То есть все снимают во время концерта, и дальше уже выдают на телеэкраны во время серии? Да, там изначально была группа, а потом уже сериал. То есть и в целом сериал снимался под группу, и почему имена такие же остались? Потому что сценарий писали под девочек. Вот, а я уже в сериал вошла как девочка из Дедума. Меня так обрезали волосы, вот эта вся история была, ну такое. Какие твои были вообще ощущения, когда ты вот поймала этот хайп, так сказать, волну и негодование, а потом уже волну, вероятно, у всего чисто популярность? Ну да, да. Но это было, мне кажется, я вообще не поняла, что произошло, если честно. То есть уже время прошло, и я уже потом оглядывалась назад и думаю, я как во сне была, и богу. Потому что я пришла, и с этого момента начались самые жесткие какие-то вещи с группой. То есть там мы собрали олимпийские, у нас были там гастрольные туры бесконечные. Вот самый движ начался, когда я только-только пришла, и я была абсолютно не готова. Ну то есть ты месяц назад был в Ставрополь, у тебя была комната, обклеенная своими кумирами. Я тогда Tokyo Hotel очень сильно любила. А тут раз, и ты в самой популярной группе, ты колесишь по всей России, и это было просто... И не только по России. То есть ты сама вообще не ожидала, получается? Конечно. Нет, у меня было внутреннее чутье, что вот по-другому быть не может. Ну то есть у меня вот было такое чувство, что... А я не знаю, как по-другому. Вот только так. Знаешь, вот часто бывают такие моменты, мне так кажется, у публичных людей, ну у публичных каких-то весомых людей значимых, до момента их какого-то большого старта им приходят какие-то знаки сновидения, что-то такое, вот какая-то мистика. Ну вот какие-то знаковые события, кто-то дома даже умирает и что-то там говорит. Что было у тебя такого знакового, что вот сыграло какую-то ключевую роль? Ну, у меня мама вообще в целом, она с самого рождения знала, что я буду певицей. Ну то есть она даже говорит, что я тебя назвала. Она хотела меня назвать Валерия, кстати, удивительно. Она говорит, была певица уже Валерия, и я решила тебя просто Аня назвать. Ну то есть как-то по-другому. Ну у нее, короче, мысли были именно то, что я музыкантом стану. И так случилось, при том, что не она меня подталкивала. Я просто в третьем классе захотела научиться. А она мальчика ждала, получается? Она? Не она, но отец ожидал мальчика. Все ждали мальчика, мама говорила, нет, это будет девочка. Да. Но мальчика ждали. Ты что-то уже копаешь, я вижу. Я просто, я пока только там, только по верхам. Да, да. Но вообще твои мамы с отцом не были всегда хорошие отношения, я так понимаю? Их не было вообще, да. Не, просто они первый год должны были расстаться вообще. Да ты, блин, вообще, я в шоке просто, я в шоке. Ну да, да, только было, так и было. Да, первый год он ушел, вот. Ну вот смотри, я еще знаковых людей, но по своим критериям отделяю. Вот, ты начинаешь за детство говорить, а мне уже комментарии какие-то идут. Давай. И есть вот первые три года твоей жизни, когда ты не должна была на храни жизни и смерти подвисла. Ну, то бишь, либо же чем-то сильно болела и должна была оказаться там. Да. Соответственно, перед зимой, мне сейчас говорят. Перед зимой? Так и было. Поэтому у тебя как два дня рождения. Если у твоей матери спросить, вероятность всего, как два дня рождения. Я знаю, я расскажу. Это было, мне было два года. Я отравилась уткой. Мне дали, я была маленький ребенок, мне дали попробовать жареную дикую утку. И я отравилась очень сильно, у меня было дикое обезвоживание, в реанимации провалялось всю ночь. Вот, и, ну, маму не запускали, но есть подозрение, что там что-то было на грани. Как раз два года было. Что-то еще говорят, я вижу. Мне очень много говорят, но я думаю, не будем все сразу. Иначе ты испугаешься, отсюда убежишь. Я не испугаюсь, вообще говорю, все, давай. Вот, видишь, в этом и разница. Вот если на обычном интервью люди говорят, они там вот какой-то образ свой нести, правильно? Да, да. А есть моменты, когда так, хоп, и уже как-то думаешь, блядь, а как пиздец. Хорошо, ты говори, вот что это. Нет, ну пока что рано. Тут очень много вопросов, очень много тем. Ой, очень долгий разговор будет. Ты сама по себе частно ностальгируешь по тому времени, когда были ранетки, вот вся эта тема? Я наоборот стараюсь от этого отходить. Потому что это очень тяжело возвращаться в то время мысленно. Потому что это очень тяжело идти вперед. Потому что это вот прям как будто бы тебя назад вот так оттягивает. В прошлое уже не вернуться, а тебе нужно как бы жить здесь. Сколько тебе было лет тогда? В 15. В 15. В 17 у тебя первая любовь основная была? Ну да. Там сразу между двух парней, говорят, выбирал. Серьезно? Ну не знаю, мне это пришло. А я не знал, кто второй был. Ну видать, выбрал. В голове твои два парня сразу. Серьезно? Ну да, да, 17 лет это было. Прямо четко. Я об этом не говорила. Ну вот, да, вот 17 лет. Нет, а дальше, вот смотри, вот у меня был всегда момент, когда я хотел матери что-то доказать, а потом мог пойти с ума и закончить. Так у тебя был момент, что ты матери хотела что-то доказать, и тоже был суициданин. На грани. В 18 лет, 17-18. Да, такое было это. Сразу после отношений. После отношений. И планировала, что детей никогда не будет, и то у тебя были мысли, что буду матерью-одиночка такой. И замуж никогда не пойду. Все четко. Я пообещала себе, что я рыдать не буду. В 19 лет. А что ты пыталась руки вскрыть? Пыталась? Мысленно? Ну мысли у тебя были, не знаю, очень четкие. Я не знаю, у тебя вскрыто или нет. Нет, нет, слава богу. А, но мысли у тебя были, вот там, где ты сейчас отвернул руководитель. Ну, скажем так. Как твоя подруга, ты должна была так же. Так, моя подруга. Это вот нужно подумать, потому что у меня память еще такая. Без проблем, ты можешь все подумать и потом на видеозвонки отправить. У меня очень часто люди приходят к тебе спустя сутки и присылают ответы. Да, да, это нужно фиксировать. Это хорошо, это будет все записано, потому что еще иногда потом приходят. После группы было очень тяжелое время. Самое, наверное, такое тяжелое. И там разные мысли были, в том числе и такие. Вот, такое было. Ну, в основном это было мысленно. Но у меня хватало силы воли. Это все только проворачивать в голове. Вот. Потому что папа не оценил, папа не знал. Да, папа. Да, папа не было всю жизнь. 2009 год у меня сейчас заварят. 2009 год, так. Это сколько лет тебе было? Это как раз я была в группе. Тогда у тебя прям должен был быть и нервный срыв и суть в одну. 2009 год. Да, возможно, было. Блин, так странно. Сейчас весна и тогда весна. Сейчас весна и тогда весна. Возможно. Но тогда это было... Я еще была в группе. Стена зеленая какая-то. Ага. А стена зеленая знаешь, где у меня была? Я не знаю. Я тебе говорю. Нет, я не знаю. Вот, куда знаю, конечно. У меня в моей комнате, моя детская, еще в Ставрополе, там были все зеленые стены. Вот прям все. Там просто как батарея, как будто небольшая комната, батарея белая, стандартно. Да. И сразу притык, что тут коричневая, как тумба стоит в батарее. Да, это было... Как будто ногами ты хочешь стать такими. Серьезно? Но ты там не становилась. Ты больше сидела всегда на подоконнике, как-то ноги вверх. Ага. Интересно, да. Это было в Ставрополе. Вот так мне показывают. Да, я тебе картинку из прошлого кидает. Интересно. Да, такое было. Не, вообще, что приходит, говори. Вот мне, я честно, я стараюсь быть искренной перед собой. И если я какие-то вещи не знаю о себе, и я вдруг, да, у меня приходит какой-то со стороны инсайт, или кто-то мне говорит. Если я до сорока себя не реализую, значит, пиздец. Сейчас заплюю просто всем. Такое есть. Блин, на самом деле у него какой-то вот, не знаю, блок стоит вот до сорока, и всё. Мне кажется, что там жизнь заканчивается. Нет, от рака ты не сдохнешь. Спасибо. Нет, твои переживания. Да, есть такое. Поэтому это твои переживания. Ну, я и не хочу знать. Ты больше любительница посидеть на обрывах, подумать, и в голове своей всегда ты. Как будто сидишь на обрыве и думаешь. Поэтому я боюсь подходить близко, потому что вот как-то, ну, боюсь высоты, на самом деле. Да, может из-за этого? Что тебе там говорят? А? А? Сейчас. Ты там с кем-то разговариваешь в голове. Так, ладно, я не скрещиваюсь, там нельзя скрещиваться. Нет, на самом деле это клевать. Вообще пофиг, ладно. Иногда мешает, а так клевать. Нормально, хорошо. Вообще не было ли страшно, что тебя не примут в планетках? Да было страшно, конечно. У меня из-за этого были очень сильные переживания, очень сильные. Я до конца не принимала это в плане, мне казалось, что я так переборола, и мне все так, это все хорошо, но было очень тяжело. Это я уже потом с психологом поняла, что было очень тяжело. Мне кажется, даже сейчас долетают периодически оттуда вот такие вот штуки. А как ты справлялась с хейтом вообще, который тебя окружил? Честно, никак. Просто отвлекалась. Из-за того, что у нас было очень много концертов, не было времени подумать об этом. Вот, это очень сильно отвлекало. А потом, когда все закончилось, спустя там 2-3 года, потом наступила реальность. Отлечь себя было нечем. Вот, и там после группы тоже всякие скандалы были, которые прям опустили прямо на самое дно. Вот, и там было тяжело. Вот как раз это было. Ты сказал, 2000. Нет. Ну, короче, да, это было 18-19 лет. Прям ад. Я что-то не по вопросу сейчас пойду. Ну-ка, давай. Дай кольцо, если можно. Кольцо? Какое? А какое ты дольше всего носишь? Вот это давай, вот это давай. Я в конце отдам. Давай, хорошо. Ну, вот это, наверное, дольше всего, на самом деле. Мне просто понравилось. Хорошо. В тебе всегда борются три человека. Так. Одна ты, которая сейчас. Другая истеричка полная. Угу. А третья такая, пошла, хуй, не мешай. Это как раз, которая за славу всегда борется. Которая готова идти в момент по трупам. Да, да. И ты это знаешь, но это сильно скрываешь в себе. Это то, что с тебя больше всего считается. Как раз вот то, твое третье «я» всегда заставляет тебя делать глупости. Угу. Творить какие-то безумные поступки. И ты очень сильно любишь управлять людьми. Хотя сейчас ты вообще ведешь себя очень даже спокойно. Но у тебя есть момент такой в голове, что я люблю сманипулировать людьми без слова. И они сделают то, что мне нужно. Это твое истинное желание. Так. Если я не прав, ты можешь говорить. Не, мне кажется, все четко. Да, наоборот, что скажешь мне не четко. Не, 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 не. Нет, у меня есть такая лидерская. Мама у тебя, конечно, слабохарактерная. Она вообще все боится. Замкнутый человек. Она всегда подавляет. Ну, наверное, как моя мать, которая боится всего шума, гамма и всего остального. Но при этом как бы хочет лучшего. Угу. Ты всегда любишь дома лежать в полубоком. Как-то вот так нога. И вот такое какое-то движение. Да, вот так. Очень странно. Да, вот так это, наверное, по ноутбуку. Стану перед зеркалом, начну доказывать себе, кто я такая. Кто я такая, что я смогу. А если не сделаю, то накажу себя так, что всем будет больно. Что прямо жутко всем было. Серьезно? А? Что? Что? Ничего. Ты мою какую-то суть достаешь вот так, да? Интересно. Хорошо. Я ни на кого из своей семьи не похожа. Как будто я не из семьи. Я буду всем говорить, что я как будто маму, там бабушка и так далее. Ну, все хуйня. Потому что я вообще как будто не должна была родиться в этой семье. Хорошо. Изначально я чувствую, что должна не долго, но ярко прожить. Я так всегда живу на сегодняшнее такими мыслями. Серьезно? Я тебя попустила последние два года. Работай над собой. Но это неправильно, что ты себя окружаешь людьми, которыми пользуешься и бросаешь. Ты себя пытаешься переубедить. Ты не такая, на самом деле, как ты сама себя пытаешься убедить, что нужно помох. Нет. Это не так. Это твои убеждения. Сама себя навязываешь, потому что ты думаешь, что предадут, говорит, скажешь. Думаешь, нет, не предадут. То есть из-за того, что я боюсь, что меня предадут, я заранее отказываюсь от общения с людьми. Ты сама себе навязываешь, что нужно попользоваться и бросить. Но ты не такой человек, которым хочешь казаться сама для себя даже изнутри. Вот ты у меня делишься на три почему-то. Три сущности. Да. Вот то, что я сейчас описал, это твои переживания внутри, но они и все твое окружение, вероятнее всего, это даже не подозревают и не видят. Это чисто твои рассуждения в голове, мысли о том. Говорит, мне хватит пи***ть. Ладно, пока идем дальше. Как ты вообще узнала о том, что группа распадается? И как ты это пережила? Как ты с этим справилась? Вообще все мысли об этом. Это вообще до конца не было понятно. Сразу вот так. Это было постепенно. Там то одна сначала ушла, потом вторая забеременела. Какие-то конфликты на фоне того, что спад у группы произошел постепенный. И мы за это время не смогли заработать так, чтобы мы могли какую-то подушку безопасности сделать. И поэтому, естественно, на этом фоне начались прям и срывы, и скандалы. И плюс закончился контракт с лейблом. Вот это, кстати, мне кажется, ключевой момент был. Потому что у группы был контракт с лейблом, который занимался продвижением. Он закончился, а наш продюсер просто не захотел его продлевать. И все. Но там, мне кажется, все просто говорило о том, что это должно было распасться. Слушай, ну, продюсеры же зарабатывали явно миллионы. Особенно учитывая, что Олимпийский был собрат стадион. И немерено поклонников, фанатов телевидения, сериалы. Это же не просто группа, которая подкреплена еще телевидением, стабильным сериалом на каждый день, насколько помню, выходил. Даже время, помню, 19.00. 19.00. На этот. Да. Да. Ну вот, ну, а что вы с этого зарабатывали? Ничего. Не, ну мы, скажем так, я вот с блога, с своих соцсетей, зарабатываю больше, чем тогда с концертов и все то, что я тогда заработала. Ну, то есть, реально, мне кажется, очень много продюсеров пользуются тем, что когда дети, они и плюс родители. Ну, родители, ну вот, они же могли проследовать. Ну, родители же тоже не в курсе, как вообще шоу-бизнес устроен, да, и сколько по-настоящему должны зарабатывать. Когда ты с концерта получаешь столько, сколько у тебя мама зарабатывает в месяц, тебе кажется, что это много. А потом ты переезжаешь в Москву, и ты понимаешь, что можешь оплатить себе съем квартиры, ты можешь там какую-то одежду покупать. И что ты сквозь меня смотришь, а вообще сейчас меня не слушаешь. Я слушаю, очень разговариваю. Нет, ты там с кем-то разговариваешь, я вижу. Нет, я слушаю. Нас много здесь. Да? Всем привет, друзья. Кто они? Инопланетяне. Инная цивилизация. Хорошо. Ну вот, на чем я здесь остановилась. Сколько ты... Ну, вот окей, если ты говоришь, что там заработок, например, был как твоя мама, если не секрет, сколько на самом деле за олимпийские тебе могли дать денег? 100 тысяч рублей за олимпийские я получила тогда. А в реальности там явно миллионы, наверное, много. Ну, по-любому, да. Не, ну, учитывая, что... Понятно, что артисты сейчас зарабатывают намного больше, чем тогда, но, как нам сказали, на ранетках заработали все. Вот. Но я уже, честно, отпустила эту мысль в плане того, что, да, конечно, обидно, вот, но я стараюсь, скажем так, не думать об этом. Я понимаю, что то время не вернуть, это был такой опыт тяжелый достаточно, и все. Заработали на ранетках, но не сами ранетки. Вот так. Что там? Нет, ну, слушай, ну, все равно же это узнаваемость какой-то промежуток времени после продлилась еще. Ну, честно, вот такое ощущение было, что это закончилось вот так. То есть вот прям резко. То есть было ощущение, что ты не нужен никому. Вот, и я пыталась устраиваться на работу. Визажистом я даже подрабатывала. Я искала возможность заработать. Барабаны преподавала детям, даже было такое. Ну, естественно, в Москве это нереально. Ну, то есть это... И друзья, которым я обращалась за помощью, там, найти работу, они не могли поверить в то, что я из группы нуждаюсь в работе, даже хотя бы обычной, стабильной. А в шоу-бизнесе, ну, такие правила, ты, по сути, никому не нужен. В особенности, если ты... То есть тебе дальше не было никаких предложений? Нет. Было одно, но еще была проблема то, что у меня оставался контракт с продюсером. Вот, и я тогда очень сильно боялась, и мамы в том числе, что они действительно что-то могут сделать. Это сейчас я понимаю, что это скорее просто брали на понт. Вот, но я боялась идти, там, в сериал. Меня приглашали на главную роль, даже было такое. Вот, и нам, можно сказать, угрожали. Вот, сказали, что, ну, если пойдешь, суд. Вот, поэтому... То есть ты должна уйти в никуда, чтобы о тебе все забыли? Да. Это выгода продюсера. Ну, у меня сложилось впечатление спустя очень долгое время, что мысль была такая. Ну, а ты вообще с кем-то поддерживаешь отношения из группы? Не со всеми, но сейчас уже нет. Сейчас, ну, редко, очень редко списываемся и очень редко созваниваемся. Я очень хорошо отношусь, на самом деле, ко всем девчонкам. Но у меня есть ощущение, что мы боимся друг с другом коммуницировать, потому что это, опять же, откидывает назад в те воспоминания. Вот, поэтому, ну, это у меня такие ощущения, что мы как начинаем садиться вместе, общаться, разговоры только о прошлом, и это больно, это оттягивает, и ты начинаешь рефлексировать очередной раз, а тебе уже хочется уже от этих мыслей отойти и жить. То есть вы все оказались в одинаковой ситуации, по факту? Да, да. Никто там не выехал? Нет, нет. Все в одинаковой ситуации, ну, кроме одной, которая вышла замуж за продюсера. Ну, у нее чуть-чуть ситуация другая была. Наверное, я не знаю. Вот. Но я думаю, что все столкнулись со сложностями и финансовыми, и моральными, и вообще личностными и так далее. Вот поэтому, вот ты говоришь, во мне есть какая-то сущность, которая такая, типа, не доверять. Одно из... Суть. Там, как это называется, альтер-эго. Типа того. Да. Которая не доверяет. Ну, потому что реально сложно. Вот. Ты вообще долгое время после ранения так была вне музыки. Искала себя и заняла сольная карьера, насколько я уже знаю. Смотрела твои сегодня клипы перед встречей с тобой. Так. Последний, там, буквально месяц назад. Угу. Танцуй. Да. Да, да. Такой мистичный. Они все на демоническую такую тему идут. Об этом мы тоже обязательно поговорим. Интересно. Вот вообще в целом, что у тебя было за весь этот период до начала твоей сольной карьеры? Я много раз пыталась вернуться к сольной карьере, но не хватало смелости и уверенности в себе. Был момент, когда я даже поработала с Максимом Фадеевым. Это был 15-й год. Я подала заявку на кастинг группы «Серебро». Вот. И он меня взял как сольный проект. Ну, то есть он меня поверил как сольник. Но тоже как-то не сложилось, потому что там были интриги, скандалы. Вот. И в основном работа не сложилась. И я ушла оттуда. Ну, то есть там, конечно, все было очень запутанно, но я ушла и поняла, что... Ну, и опять снова собирала себя. Ну, как-то так. На YouTube снимала разные ролики, стала блогером. Но все равно у меня было такое чувство, что я себя предаю, как будто бы вот музыка меня снова как будто тянет. Я не чувствую полного удовлетворения, когда я там, окей, ты снимаешь видео, зарабатываешь деньги, но хочется в музыку. Вот как будто бы не хватает. Ну, слушай, ну сейчас, походу, начался обратно рост твоей карьеры. Я училась. Мы можем наколдовать. Я знаю, ты Роме предлагал, я помню. За это есть ответственность. Меня потом... Ночью придут, мне ногу откусят за это по-любому. Бабайка не придет. Да, конечно. Бабайка не придет. Не бабайка, но куда-нибудь другое. Как будто там, я не знаю. Как там, Иннокентий или там. А с тобой кто-то рядом спит в постели? Кошки. Вот и будет бабайка. Чем тебе не мужчина? Отлично. Когда мужчина, Влад? Постель хоть и холодная, но сущностью нагрета, понимаешь? Отлично, да? То есть сущность, которая еще будет на меня работать, тогда хоть какая-то польза, правильно? Многим нравится, между прочим. Да? Тебе? Никогда не бывает скучно. Ты все время... С кем ты разговариваешь? Ты же в ванной, когда купаешься, ты понимаешь, что за тобой все время смотрят. Ну, это же особое ощущение. Очень классно. Вообще, всегда компания, так круто. Вот. Комфортик. Вообще, блин, всегда бы такое общение иметь. Слушай, я смотрел с тобой когда-то выпуск «Битвы экстрасенсов». Ты участвовала? Это было давно. «Мистером Икс», кажется, да? Нет. Нет, не «Мистером Икс», а просто «Героем». «Битва...» Ой, сейчас. «Экстрасенсы ведут расследование». Что-то такое, по-моему. Да. Я так понимаю, что вообще твоя жизнь как-то связана с мистикой, даже если ты попала в проект. Угу. Очень часто рассказывают. Но в целом я всю жизнь к этому как-то меня тянуло узнать побольше. Очень не хватало информации. Какой информации? Ну, такой, мистической. Ну, какой? Ну, такой. Ну, какой? Ну, типа, о жизни после смерти. Что у нас дальше? Вот я... То есть, значит, когда ты планировала с мистикой, ты рассчитывалась, что там именно будет? Я знала, что свои деньги, они неупокойные. Но было плевать. Ну, тогда, наверное, я плохо знала об этом. Сейчас я уже прекрасно это все понимаю. И нет. Ну, тогда меня крыло. Правильно? Да, Влад? Меня же крыло. Ну, короче, мне было, блин, 19, да. Ну, и вот. Мистика, она как-то, не знаю, по жизни меня привлекала. Мне всегда было интересно. И как-то меня все время окружали такие люди, которые были со способностями. Как изменяется, кстати, твое участие после битвы? Очень сильно. Прям резко, вот так. Ну, честно, вот когда я принимала участие, я до конца не понимала, на что я иду. Ну, то есть, мне нужно было раскрыть проблему, которая у меня была в семье. А было прям жестко. Вот как раз вот такая патовая ситуация. И когда я встретилась с редактором битвы, она сказала, что, ну, там, расспросила меня о своей жизни, что у меня происходит. Она такая, ну, мы приедем завтра. У меня даже времени не было подумать, а нужно ли мне. То есть, мне на самом деле на тот момент хотелось хоть какой-то помощи и хоть какого-то света вообще в конце тоннеля. Потому что, ну, правда, рядом была там одна подруга, мама, которая тоже очень тяжелые эмоции испытывала. И не было вообще шанса, как будто бы казалось вообще на какое-то дальнейшее существование. Вот и битва, когда они приехали, не знаю, мне подарили надежду. Просто надежду. Когда вот тебя человек, который видит, да, чувствует тебя, говорит о том, что, ну, я вижу, что все будет хорошо, тебе нужно там сделать это и это, подсобраться где-то там. Я почувствовала мотивацию, у меня просто появились силы снова бороться за свою жизнь. Вот мне это очень сильно помогло. И вообще плевать то, что через год это все показали, я, конечно, просто, ну, мне было тяжело, правда. Потому что люди писали, это все неправда. Она летает на отдых. Она, у нее, значит, деньги есть. Вот. Мой инстаграм смотрели. А просто Аза Петренко была как раз. Она после съемок, она нам позвонила с мамой и сказала, вы такие классные, я вот хочу вам подарить путевки в Турцию. Съездите, отдохните, наберите силы и вперед. Вот. И мы до сих пор, кстати, с ней поддерживаем отношения. Она просто потрясающая. И как-то, да, вот с того момента прям я как-то поверила в себя. Ты пробовала сама проводить какие-то ритуалы? А ты уж сам посмотри там. Не знаю, ну, мысленно, возможно. Энергетические практики, это считается? Ну, такое. Ну, такое. Ну, что-то такое. Ну, да. А что-то посерьезней. А что это в твоем смысле? Ну, там призыв кого-то. Духа в смысле? Ну, да. Ну, я не знаю, что тебе идет. Сейчас глянем. Давай. Мата мне говорит, роднюю покойную звала. Мысленно. Мужика какого-то, не знаю. Так. Я всегда их зову. На богу. А у тебя я правильно понимаю? Могу ошибаться, потом уточню. Нет, говорит правильно. У тебя есть друг покойный? Я уточню сначала сдалека. Друг покойный? Да. О котором я при жизни не знала. То есть, сейчас ты меня в тура поставила. Как это при жизни не знала? Ну, узнала же потом. Я не понял. Кто-то что-то понял? Ну. Ну, слушай, блин, так странно. Если я скажу, я скажу, что идите в шубу. Ну, есть такой персонаж, как будто бы. Ну, если я скажу, что я сошла с ума, это странно будет. Тебя будет страшно. Нет, потлатый. А? Потлатый. Потлатый? Типа волосами короткие. Как он выглядит, я не знаю. Ну, окей. Энергетически, может быть, чувствую. Можно иногда. Блин, так странно, что ты почувствовала это. Потому что иногда мне кажется, что я сходила с ума. Нормально. Идем дальше. Давай. Ты что-то умалчиваешь, я вижу. Я думаю, сейчас поступим подробно, потому что мне пока получается твой вымысел какой-то, а я хочу видеть действительность. Давай, да, вот вымысел, мы убираем вымыслы вот это вот. То, что ты видишь конкретно. Добрый день. Он что-то открыл. Сейчас позовем. Кого? Родственников. Ты заметила? Ты не зря сидишь возле зерка. Ты вот заметила, да? Ты его как будто там увидел? И здесь ты не зря. А я, значит, увидел? Не просто так, это не антураж какой-то. Окей. Ты коридор, короче, создал. У меня всегда зеркальный стоит вот здесь, и здесь ко мне приходят люди сидят. Поэтому, ну, по факту, у нас сейчас плюс-минус перекресток получился. Ты коридор, короче, сделал тут нормально такой, да? Комната откровения. Угу. Хорошо. Ну, а исповеди. Хорошо. Хорошо. А теперь мы сундук открыли. Ну, бывает. Эти свечи – это все ерунда. Это как раз уже тут вот Миша выставлял. Без свечи это все нормально. Он мое кольцо в какой-то земле молочит, что он там делал. Что-нибудь плохого. Можно дословно, да, говорить? Мне, говорит, тебя так в детстве все за***ло, что ты хотела всегда быть одна. Это первое начало мне идет такое. Так, да. Хотя вроде ты начала за маму как бы все там хорошо, но не на самом деле не все так гладко и красиво. Прошу тебя. Прошу тебя. У меня, говорит, самой жизнь не сладкая была. Угу. Сразу как будто кучей хочется сказать. Да. Еще два знакомых в дальнем углу кладбища лежат. Этого я не знаю, но сто процентов. Да, вот так. Прошу тебя. Вот сейчас надо ноги открыть. Да. Спасибо. Прошу тебя. Можешь пленяться на резко разводить, я хочу вас писать, я хочу вместе посмотреть, покажи, когда что у него происходит. Твой самый большой страх на сегодняшний день – это личная жизнь, потому что все три предыдущих трое отношения между собой похожие и цикличность такая. Ты думаешь, что и дальше повторится. Это, наверное, больше всего от того, что тебя беспокоит с 25 лет почему-то уже на протяжении семьи. Ты даже уже дальше не веришь, что будут какие-то серьезные отношения, но это все пи***. У тебя на одного парня обида была, что хочется сказать такой, знаешь, хромой косой, ну какой-то проблемный что ли, поздоровая. Ты с него пытаешься вылепить идеал, и на это у тебя обида, что ты вот его тянула, помогала, а он как-то этого недоценил. Хромой косой – это высказывание просто. Сам по себе какой-то он неуклюжий. Это в 24. Он хромой косой. Ну как говорят. Дур тебя хотел заставить употреблять? Ну, своим, наверное, образом жизни. А тебя два раза котики подтягивали. В 21 год должна была снаркоманиться. Серьезно? Не получилось. Двухэтажка, дом 2-3 этажа небольшой. Один высокоэтажный, напротив 2-3 этажа вдалеке небольшой. Между ними постоянно сидишь зелени много. Какой-то такой советский ход. Ну, не очень хороший двор какой-то. Прошу тебя, помочь мне. Покажи, когда что происходит. Она говорит, что тогда была ветреная и была на все. Телефон вечно отключенный. Ветреная в плане? Ну, типа, не думала о чем-то. Вообще не о чем? В тот момент. В 21 год. Вообще не знала, о чем думать. Я спрошу, когда повзрослела, говорит, скажи в 23. Почему он в 23? А ее тогда предали сильно. Сильно я вывод сделала. И уже без матери начала проблемы свои разгребать. А ты в 26 вообще хотела уехать, сменить чуть ли не страну. Мысли были такие, как уехать, чтобы забыться обо всем. То, что такое. Из-за отношений. Вот. Ты поправляй, ты можешь комментировать. Да, нет. Сбежать точно хотела. Были очень странные отношения, про которые ты говоришь. Да. Ну, возможно, я в каких-то моментах не чувствую относительно того, как я к нему относилась. Но он, конечно, на аркуцию не подтягивал. Но своим, как сказать, образом жизни, возможно… А что с ним сейчас? Жив старух. Ну, какой образ жизни видит? Ну, вроде все отлично. Не знаю, как там внутри, но музыкой занимается. Там зависимость. Да? Жаль. Мужчина покойно все время не показывает. Взрослый такой. Не по возрасту выглядит. Моложе своего возраста, чем помер. Высокого роста. Выше, наверное, чем он даже, мне так кажется. Угу. Что ты хочешь кому-то сказать? Ты давай, давай, говорит, говори. Он такой, хмовитый. Угу. Мне его показывают таким. Прошу. Родственник? В семье твоей мать знает. Папа. Ее. Мой дед, да? Да. Но выглядит, не знаю, как-то не пенсионерски. Угу. Он умер рано. У него жесть такой по плечам вот так руками бить. Угу. Прошу. Ну, до мамы узнать. Покажи, когда что-то хочу рассказать. Давай. Я его не знаю. Он умер очень рано. Угу. 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 Это все к тому, что тебя там точно не ждали. Угу. Хорошо. Угу. Это очень хорошо, что меня там не ждали. И не ждут. Вчера ты после обеда даже не ел. Угу. Угу. Такое часто бывает. Угу. Нет, а у тебя уже месяц. Ну да, кстати. Таблетки хочешь пить, как будто как у тебя с ума сходишь в Лаве. Таблетки? Нет. Хочешь пить, как с ума сходишь. Вот, слабо, что можно повторить все. А, да? все твои песни любви альбе обо всем где твой мужик так вот песни они и пишут все о нем вот творчество выходит в песню вот это все то что там наболевшие ну как то так только и получается писать песня когда что-то болит я готовы твоей магической свахой это что значит можешь присылать мне контингент я буду смотреть каждого смотрим по трем аспектам деньги готов давать деньги и из-за чего он с тобой ну то бишь при любом раскладе деньги если корыстная цель видим что у него есть деньги и он сопротивляется мы сразу его тянем понимаешь вот должен быть произойти такой химия мне вообще можно создать химии не интересно она вот как создастся такого издастся такое дело ну то бишь твое сердце на сегодняшний день открыт да очень жаль и песни достаются оттуда так уже если честно уже иссякла мне кажется даже какая-то эмоция уже песни сложно писать потому что слушай мне кажется большинство людей ну может я ошибаюсь смотрят клип например слушать песни и не думаю да у нее точно кто-то есть типа у нее точно кто-то есть такого не бывает что вот она на тв и она там одинока а я все прошлое туда уходят песни мои ну да так и есть просто да я говорю одно они таки пиздец да сзади иногда так бывает очень часто так бывает со мной я стараюсь быть искренне знаешь у меня было такое сидит человек на приеме так и там тебе идут голоса потом какой-то момент голос прям реально говорит тебе скажи и я просто говорю нет я просто говорю мы закончим на этом все мне голоса варит дальше нет скажи именно матом ну то есть ты должен сказать ровно так и тогда тебе расскажу о ней факты дальше такая типа игра идет а серьезно у меня были люди которым я также мог трехэтажным матом сказать и это попадало четко в яблочек ну то бишь это соответствовало тому что у них происходило но ты этого не помнишь и мне кажется что в эту секунду просто они подразумевают что я сошел с ума потому что ну типа ты такой ляпнул и лера мне потом скажет я в шоке типа так нельзя говорить а ты даже не помнишь иногда такой рассказал кто-то за тебя сказал в этот момент а ты и не помнишь давай вот визуализируем навалился тебя мужик какой он должен быть самое главное чтобы это было искренняя настоящая любовь ты веришь в искренняя настоящую любовь ну 50 на 50 нет я как человек который видит каждый день очень много людей я вообще значит какой-то момент уже даже не верю что она есть может быть конечно ко мне такое окружение приходит что у всех проблемы в личной жизни и все из-за денег ссорятся и и друг друга из-за денег либо что-то еще ты как бы думаешь но все такие продажи вот я не знаю ты сейчас подожди ты сейчас меня вытягиваешь чтобы мы заказ какой-то сделали что какого ты хочешь себе мужчину мужика ну так каком не знаю так сложно это должен какой-то мальчик произойти так мне редко такое случается что я прям вижу меня радар работает на каких-то странных людей это работа с психологом каких ну ну как правило девочки которые растут без отца у них там в целом папика получить за какого папика не деструктивно парня который ведет себя очень холодно по отношению ко мне знаешь вот как это вот на дистанция вечная дистанция вот такая вот мне естественно я понял я понял что ты наоборот как бы избегаешь этих отношений но все равно ты как мать для своего мужика ну так наверно больше подходит я сама предыдущих двух камена у двух там где толком с матерью у них не было отношений у самих и они тебя воспринимали такую как матушка матушка почитаю спокойненько позовем а ты уже начал кстати говорить да я могу позвать только кого я сказал с аварии связанных да мы деваху будем звать это сказать тебе нет нет ничего ты сиди чего-то вот так не стоит я буду показывать как я вижу да давай нет расслабься вот так она всегда делала хоть его и наш крис крис но какая-то у нее волосы вот так все время все время привычек равнять время как ты тел сложение можно вас сравнить уровень как пацанка себя вела при том женственно как пацанка имеется ввиду вот там или курить или сидит вот такой могу с ними не ошибиться потому что ты задал вопрос голове аня 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 не не возможно она ко мне я же они она ко мне наверное ну может быть а вот то что крис я не знаю может быть это как-то просто как это прозвище вы знаете ты с ней практически с такого возраста что ли со школы и последний раз в таком возрасте видела не ври говорит не знаю не ври как будто шутит что ли последние два года ты ли то ли с ней вообще не общалась то ли два года вас был какой-то промежуток редко общались добрых говорит прости меня за то что подвела тебя типа не как любви не додала это неправильно будет типа подвела тебя другом толком не было не виновата не сама не успела с парнем как это попрощаться она за это сожалеет сильно стопроцентно говорит не успела татуировку набить это в ее стиле это вот тут всегда кривлял с тобой стояла как будто мне хочется на тебе вот так все время странно делать кривляться ночи эмоционально было да очень она говорила тебе что ты будешь петь да тоже варила бы она хотела актрисы стать ну типа вот такой же у вас еще был друг совместный парнем не показывать это моя крестная крестная моя вот она 33 года погибла и у меня я чувствую какой-то там с ней связь вот и как-то грустно все время не столь на ее жизни не так конечно много знаю потому что было ребенком ты давай не спеши она всегда должна так было говорить мне сейчас просто ты давай не спеши все по порядку все успеешь все по порядку и не заигрывайся не делай больше чтобы больше тебе не узнали не делай больше все должно быть умеренно хочешь увидеть глаза закрывай это чтобы ты потом проверила чтобы они не не глючит и про себя и завера за 34 проси чтобы руки на плечи те положила задай сейчас вопрос мысленно пришла или нет первое что в голову идет вот а сейчас сейчас я кое-что попрошу а потом ты попросишь посмотри мысленно на ее руки и сделай вот как она сейчас с руками стоит кстати так грубо лежал еще раз сделай как теперь она сейчас делает как будто также было сейчас уже ладно чтобы все сейчас всех будет мандраж сейчас у нее спросишь где она стоит именно в комнате подожди не спрашиваю спрашиваю сначала тут не час еще раз и задаем вот там еще раз и задай вопрос у меня рука правая не метал этого справа если бы ты ее комнате где-то поставила где бы ты ее поставил нету дружба куда ты ушел как будто бы она стоит сидит что она делает может такое что она просто перемещается очень быстро может это обратно обязательно это не то тебе надо ее поймать звучит странно но вот так же как ты ее звала также позови и просто спроси где она сейчас находилась тут в комнате вперед я четко сейчас могу тебя просто сбить вот так смотри вот там было у тебя видение просто куда ты не назвал как будто там на стуле кто-то сидел а что-то это не сказала это кто ходит это девальщина это тебе не надо кто-то там стоит у нас это самое интересное да да и ты также жесты сделать как я все делал да а кто передо мной вот так вот стояла вот так вот на плечи мне руки так все нормально спроси у нее что хочет о чем хочет поговорить как будто бы она не успела отношения построить и она говорит чтобы я не переживала что меня хранить не буду посылать на платье ну ты если хочешь ты можешь много не звучит тоже у нас же не лично прям что ты тоже ты можешь дальше спрошу что еще хочешь передать у меня такое ощущение как будто ванна старается другом конце да сейчас уже прошли уже тут уже тут рыжухой было может спрашивать у нее все что тебе надо могу здесь что прям голоса были жестки в голове скажи мысленно что твое тело твое тело чтобы никто не заходил и задаю еще раз вопрос любой вообще он говорит не бойся не бойся не бойся говорит ну ты можешь ли задавать все что надо вопрос касаемо своей славы можешь узнать я так метафорически пришло я спросила относительно работы мне показалось что машина заправлена как будто там бензин есть условно но сейчас поедет как будто ну так метафоры такое может быть может быть просто и психика так восприятие сделала метафорически можно невидение пороси вот прям голос проси чтобы она тебе как живая сказал голос услышала такой голове мамочки привет передай такой интересный момент прям почувствовала что у меня так за подбородит прости что не успела с матерью попрощаться все на своих плечах тянет говорит пусть обиды в голове не держит не виноват пусть лечится чем-то сейчас болей говорит пусть лечится на себя не забивает голова постоянно не болит да ты будешь не кури нельзя курить бросал и начинаешь бросал и начинаешь это наверное не про меня а? это наверное не про меня не знает курить и поит аааа гальян бросал и начинаешь брасал и начинаешь гальян а друзья тебя вот так четыре еще показывают братство у вас аварит пятеро да все как пацанки там прошу тебя можно сделать что прям все хуй не надо ну можно же своими руками это сделать а можно здесь что прям всех нет чтоб пятки целовали зря не надо нет я лучше сама своими самостоятельствами можно сейчас сразу договориться позвать и договориться там готово нет в смысле готово нет не надо ничего готовить я лучше сама буду работать я знаю они потом придут ночью меня откусят никто не придет да придут один раз на смотрины придут нет ну какие смотрины ну на смотрины только один раз приходят а дальше все дают а ты сразу оденешь угу что такое смотрина напомните пожалуйста когда на тебя приходят смотрят типа ну вот типа насколько ты охуйная чтобы тебе давать бабки и как тебе их дать чтобы они все вот так клали и на хуй и просто подарками задаривали до пиздеца чтобы ты сама говори пошел на хуй эти подарки дать вот да это так работает потрясающе ты так делал да? много раз впечатляет тогда Влад чреватый точка ком раздел консультации ребята приходят к тебе часто я так смотрю на это все ставим три точки ставим три точки наши подписчикам да подумать покурите выпейте и добрых снов все 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 Продолжение следует...